Приветствую вас, очень хорошо. Понимаю ваши желания помочь своей дочке, помочь наладить ей личную жизнь, помочь наладить ей семейную жизнь, но понимаете, мы через вас ей не сможем помочь никак, к сожалению. Потому что при отсутствии личного контакта с человеком, с тем, кому требуется помощь, мы ничего сделать не можем. Да, мы могли бы дать вам какие-то рекомендации, мы могли бы вызвать предположения, и вы знаете, наверное, одно предположение я все-таки выставлю. Вот вы говорите, что у мужа вашей дочери, возможно, появилась любовница. Может быть, конечно, оно и так, но вы сами говорите, что мужчина лежит на диване или сидит в интернете, то есть он не пропадает где-то, да, он не гуляет где-то, он не проводит время вне дома, он дома. Просто он никак не помогает, он не участвует в жизни ребенка, в жизни вашей дочери, да, он засадит активную позицию. Поэтому, не думая, что у него есть именно любовница, тут скорее проблема кроется глубже в отношениях между дочерью и ее мужем. И какие это отношения могут знать только они, потому что они находятся в этой ситуации, они знают эту ситуацию, они видят ее изнутри, и, соответственно, с ними нужно разговаривать. А вы в своих суждениях опираетесь на то, что видно вам. И хотя внешне и вы, и дочь, например, в контексте мужа, наблюдаете одно и то же, но чувственное восприятие этого вас совершенно разное. И из-за этого можно говорить о том, что то, как видится вам, проблема дочери, на самом деле, в действительности, обстоится совсем по-другому. В действительности, дела у нее совсем иные. И поэтому, поэтому, важный вопрос, который я хочу вам задать, это вопрос, связанный с тем, какие у вас отношения с дочерью. Видите ли, вы пишете, что она, ваша дочь, не хочет с вами говорить. Ну, не хочет человек разговаривать, в принципе, ее выбор. Но вы, наверное, догадываетесь или хотя бы имеете определенное представление, почему человек не хочет с вами разговаривать. Ну, что мешает ему, например, поделиться с вами, да, чем-то. Что мешает ей как-то довериться вам. Есть какие-то блоки. Есть какие-то блоки, которые стоят на пути вашего нормального и естественного контакта. И вот на это, в первую очередь, я вам рекомендую обратить внимание, что есть проблемы в общении с вашей дочерью. Что ваша дочь вам до конца не доверяет, иначе бы она рассказывала вам все. И вам нужно, вот лично вам, вот вы спрашиваете, да, как быть, вот лично вам нужно расположить свою дочь к себе, И чтобы имеющиеся барьеры в ваших контактах ушли, исчезли. И вот тогда у вас будет шанс донести до нее ту мысль, что она молодая, здоровая женщина, У которой есть возможность строить свою жизнь так, как она хочет строить. И которая, ко всему прочему, ответственна за то, что происходит с ней и с ее ребенком. И для нее, вот, жизнь в таких условиях, как мы примерно описали, суть прямой вред ребенку. Если ее ребенок, по мнению дочери, достоин счастья, достоин здоровья, достоин полноценной нормальной жизни в будущем, то она в срочном порядке предпримет все усилия для того, чтобы ситуацию изменить. Либо действительно уехал уехать к вам, где будет пусть и некомфортно физически, но зато комфортнее духовно, комфортнее эмоционально, что для ребенка является едва ли не самым главным. Может быть, она действительно обратится к нам за помощью и попробует уже напрямую решить свою проблему. Но вы ей этого не донесете до тех пор, пока между вами стоит блок. И блок этот, скорее всего, установлен потому, что ваша дочь ожидает от вас какой-либо реакции. Покажите ей, что вы не будете на нее давить, не будете ее учить, не будете ее получать. Покажите ей, что вы желаете только добра. Покажите ей, что вы хотите просто поддерживать ее. Просто высказывайте ей какие-то мысли, может быть, да, какое-то мнение без каких-либо, там, нравоучений и так далее. Подумайте, почему ваша дочь от вас закрывается, от вас, от самого близкого человека вроде как. Почему она закрывается от вас? Вот этот вопрос вам нужно либо продумать самостоятельно, либо разобрать вместе со специалистом, и тогда у вас появится шанс реально своей дочери помочь. До тех пор, пока есть этот блок, ни о какой помощи, по крайней мере, с вашей стороны говорить, к сожалению, не приходится. Покажите, пожалуйста, ну, имейте это в виду. Я надеюсь, что правильно донес, давать свою мысль. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.